Интервью с лучшим знакомым сегодняшней игры Генуэль Бабаевой. Генуэль, к сожалению, ваша команда, хоть и показала яркую игру, сегодня победить не смогла. Почему вы видите причины неудач? Проблема в том, что я их не вижу. Команда играла хорошо, вопросы мне понравились. Если сравнивать эмоциональное состояние сейчас и то, которое у вас было в конце весенней серии, Равшан Скиров на игре сказал, что оно отличалось, что это были разные команды. А вы как считаете, как это изнутри смотрелось? Сегодня настроение команды не было плохим, и все были настроены играть и выиграть. Но мне кажется, что если бы мы играли третью игру сразу же после двух, то, возможно, эмоциональный подъем был бы выше и позволил бы нам победить. В этой связи решение играть третью игру подряд, учитывая то, что две игры вы играли весной, а третью игру играете летом, спустя определенное время, видите ли вы это решение правильным? Да, мне по-прежнему это решение кажется правильным. И отказываться играть — это не дело, ни при каких обстоятельствах. Теперь шансы вашей команды гораздо хуже на то, чтобы выйти в зимнюю серию. Тем не менее, скажите, вот если оценивать ситуацию, значит, еще предстоит сыграть пяти командам, как вы оцениваете шансы вашей команды и, можно сказать, ваш прогноз? Потому что здесь оценка, все зависит, конечно, от команд, от знаков. Сложно прогнозировать на самом деле, потому что, да, это зависит от большого количества людей, от большого, еще большего количества вопросов, но на самом деле шансы есть, и хочется верить, что у нас будет шанс еще сыграть в этом сезоне и показать, на что мы способны, несмотря на это поражение. В последнем раунде, как в итоге получилось, в последнем раунде игры, версия игрока, который играет третью игру в вашей команде Рады Алиевой, не была воспринята капитаном, но была воспринята вами с самого первого, можно сказать, момента ее произнесения. Скажите, почему вы сначала поверили в эту версию, а потом в итоге выбрали другую? Бывают вопросы, в которых помимо правильной версии есть красивая. И по-прежнему, зная, какой ответ правильный, я считаю, что версия Джамиля Азизовой про прозу и поэзию ничем не хуже, и, возможно, в некотором роде лучше и интереснее правильной. Ну, в итоге Джамиля ответила про начало и конец. Эта версия мне нравится, пожалуй, несколько меньше, да. А Ира молодец, и я надеюсь, что всегда новый человек, то есть капитану нужно время, чтобы поверить. В данном случае, возможно, сыграло роль и то, что Джамиля в некотором роде уже более ветеран нашей команды, и Аскеру легче поверить в ее версию, чем в Ирадену. И такой вот немного провокационный вопрос. Если бы вы сами отвечали на последний, как в итоге получился, вопрос, при счете 4-5, какую версию вы бы выбрали? Скажите, теперь предстоит играть в команде Джелала Руджева, команде Анара Неджафли, команде Анара Казиева, команде Мамеда Ализаде. Скажите, какие команды, по-вашему, являются фаворитами в оставшихся играх? Ну, из оставшихся команд я ставила бы, безусловно, на команду Неджафли. Мне кажется, у господина Руджева это матерая команда. Я думаю, что им удастся выиграть как минимум одну игру, а дальше как сложится. И хотелось бы видеть нас третьими в этой компании. Спасибо вам за интервью и желаю вам удачи. Спасибо вам.